что я могу сказать мы в принципе готовы двигаться дальше в дырочку же я смотрела ром проходить же рпг бездрючевое задротство не получается понимаешь жанр не тот дырочка пом меньше не стала дыра снова изменилась и мне кажется я слышу детские голоса ты только сейчас их расслышал до влезть ну а чё делать выбора нет самая мерзотная локация вообще не самая сложная но самая мерзотная а а а а а а а Ну, welcome, что называется. Водная тюрьма. Водная тюрьма. Двер. Тут надпись. Похоже, ее написал кто-то из детей. За мной кто-то наблюдает из центральной комнаты. Ну, собственно, вот дырочка. Тюрьма водная, где содержали детей. Ну, что несложно понять по надписи на стене, да? На земле лежит неаккуратно написанная записка. Наконец-то я все-таки выбрался из камеры. Мне следует осмотреться в этом здании. Самым страшным местом был подвал первого этажа. Там есть кухня на северо-востоке, но в соседней комнате на северо-западе находится комната смерти. Чтобы туда попасть, нужно ввести правильные числа. Я не знаю номер, да и к тому же было очень темно, чтобы разглядеть панель управления. Так что я не смог войти. Волтер убьет меня. Интересно. О, здравствуйте. Заперто. Может, побалакаем? Ну, нет, так нет. Зачем детей в тюрьму, да еще и в водную? А вот мы это скоро узнаем. Здесь неаккуратно написанная записка. Чтобы добраться до комнаты наблюдения внутри комплекса, использую дыры для избавления от тел в камерах. Однако на первом и вторых этажах эти камеры закрыты, и поэтому дети их не могут обнаружить. Так что придется попасть на первый этаж из одной из камер на третьем этаже. Не знаю, как это сделать, но это очень трудно. К тому же свет работает только на третьем этаже. Офигитительно. Так, давай доисследуем. Что-то написано. Мне надоело, что за мной следят. Неудивительно. Радостная такая, позитивная локация. Знакомьтесь, грибок. Он, слава богу, за нами не бегает, но растет и мешает жить. И, кстати, я трачу клюшку на них. Ну их нахрен. Хм, интересно, кстати, а клюшка хотя бы какой-то дэмэдж получается с вот этого грибка. Так, ну, в принципе, раз-два раза мы тут закончили. Пойдемте отсюда. Ну, твоя проблема, чувак. Так, что тут? Ясно. А, да ладно. Ах, черт, я совсем забыла. Ну, дырка. Ну, вывора нет. Пойдем. Можно сократить время спуска, спустившись прямо тут, и, соответственно, один круг пропустить, но... Ну, хотя бы, возможно, это было хорошее время. Ну, ладно, уж позднее притас. Ну, ладно, уж позднее притас. Не будем повторить своих ошибок. Хотя, на самом деле, стоило еще чуть-чуть вперед пройти, потому что там дверь была на этаж пониже. Ну, мы сейчас посмотрим, что в подвальных помещениях. Оценим масштаб трагедии. Кто бы знал, как я ненавижу водную тюрьму. Больше в водной тюрьмы я ненавижу другую локацию. Это ключ. Взять? Да. Ключ от из комнаты с водяным колесом. Второй этаж подвала. На нем написано «Вверх». Это бойлерная, я так понимаю. И там оооочень большая дверь. Сразу себя таким маленьким чувствуешь к концу этой комнаты, да? Каким-то неправильным. Я не могу даже приоткрыть ее. Если вначале ты еще как-то чувствовал свой размер, то здесь ты чувствуешь себя Алисой в «Стране чудес». Что в этой локации отвращает? Ну, скоро вы узнаете, что. Что, я вам все рассказывать буду, что ли? Ну, давай. Плюс игра многогранна. За один заход она вам все не расскажет. К концу игру, короче говоря, поймете. Возможно, даже проникнетесь моим отношениям. Хотя, одно дело играть, другое смотреть. Так что это не точно. Кстати, тут есть дырочка. Запомним. Таракахи. Ну, ладно, летай. Живи. Или нет? Жалко нигде не показывается, насколько крепко твое оружие, которое может поломаться. Потому что ты так смотришь на него. Ну, вроде нормально с ним все. А потом оно хренеко ломается. Хоть бы там изгибалось как-нибудь. Я понимаю, что я многого прошу. Ну, блин. Вообще, вот этот прикол со сломанным... Вернее, с ломающимся оружием... Тихо, не надо. Он пришел то ли из этой игры в Origins. Ну, с Энхилл Origins. То ли из Origins'а сюда. В зависимости от того, что там быстрее впервые вышло. Я, к сожалению, не помню дату выхода Origins'а. О, амулетик. Здравствуй, прелесть моя. Медальон. Помогает от призраков. Да. Экипирован вместе с оружием действует против призраков, пока не надет. Пока надет, точнее. Но быстро ломается. Это вот только на экстренные случаи. Чтоб здоровье при контакте с этими тварями не тратилось. Вообще, кстати, можно было бы вернуться назад. Чтоб не бежать сейчас мимо вот этого гауна. Дверь не открывается. Так. Я ссупаю. Все, теперь можно подняться. Вроде бы. Ну да. Свобода. Хотела бы сказать я, но нет. Ну, собственно, вон она вода. Везде повсюду. И вот эта огромная, огромная башня, водокачка. Не знаю, что это. А, уже? Прелестно. Ну, то... А вы говорите, бери с собой клюшки. Ты видишь это говно? Она же не живучая, вообще-то, клюшка. Понимаешь? Сколько мы мух тюкнули. Вот, вот. Все, короче, вы поняли, да, меня? Мою мысль вы уловили. Почему я предпочитаю трубы, а не клюшки? Origins в 2007. Ну, значит, отсюда туда. Что, она в 2007 вышла? Серьезно? Кошмар, как я. Так и не скажешь. Я, конечно, понимаю, что она на ПСП вышла. Но мне почему-то так ученит, что она вышла раньше. Оказывается, в 2007. Фига. 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 Здравствуйте. Поздравляю. Первые проявления потусторонних сил в нашей квартире. Не помню, чтобы я это включал. В общем, старт. Старт только что был. Все. Обратный отсчет активирован. И Айдин счастлива, по-моему. Генри умирает по ту сторону квартиры. Ура, у меня будет нормальный, симпатичный сосед. Возможно. Первая, дальше хуже. Как знать, как знать. Позднее у меня появилось чувство, что моя жизнь в большой опасности. Я прошел через многое в своей жизни, но я никогда раньше не ощущал такой ясный животный страх. На случай, если со мной что-то случится, я решила записать все то, что я узнаю для того, кто сейчас живет в этой квартире. Я расследовала массовое убийство 7 лет назад, когда было убито 10 человек за 10 дней. Они были убиты по-разному, но в общем у них было то, что на всех телах были вырезаны вот эти числа в последовательности их смерти. 0,1, 21. Ну, первый из 21, второй из 21, третий из 21 и бла-бла-бла. Имя их убийцы, она тоже была вырезана. Его имя было Уолтер Сальвона. 4 апреля. Тайна чисел, тайна чисел, больше нифига не тайна относительно. Все кружит вокруг, не знает, что делать. Ну ладно. Так, выложить ломаную клюшку. Взять неломанную стальную трубу. Стальная труба Форева. Можно чуть-чуть еще выложить потрошечки. Медальон. Вообще, честно говоря, тоже можно было бы выложить. Нам он еще пригодится в будущем. И не раз. Он, правда, ломается, но это тоже не важно. А, не туда. Простите, простите. Слушайте, если мы не научимся перезаряжаться обычным путем, у нас проблемы. То есть не через виноградель, потому что есть такая возможность. Я помню, что можно было. Возможно, я ошибаюсь, конечно. Что за руки на стене? А, вот это отпечатки. Мы не знаем, откуда они. Но они растут. Чем больше тел мы находим на своем пути, тем больше отпечатков. О, боже мой, магия. Параллелей. Это все-таки. Слушай, может, все-таки есть какая-то подсказка? Хотя бы намек. Хрен там. Что ж, ну нет, ну должна как-то перезаряжаться. Какая-то из этих кнопок должна перезаряжать мне все. Но. Да. Тяжко жить в этом мире. Так, мы шли наверх. Вообще, здесь можно сократить, конечно. Подняться вот здесь вот по лесенке, но. Никогда не знаешь, где там двери. Поэтому, да. Пока что пробежим так. Потык на угад. Ну, угад я уж пробовала. Что-то не работает оно. Ну, угад. Я наугад реально потыкала уже все, что только можно. Что-то оно не работает. Хорошо, что если ты тыкаешь, она улетает туда за пределы. То она больше не взлетает. Ее, видимо, ветрами сносит. И все, и прощай. Ага, все-таки по кругу лям обязательно. Обязательно, обязательно. Я просто опасалась, что я здесь поднимусь. И, возможно, оставлю вот. Между вот этой, грубо говоря, лестницей, которая вниз ведет. И вот той, где мы были в самом начале. Потому что там где-то посередине дверь. Но, нет, это хорошо. Это очень хорошо. И я даже не знаю. Сейчас просто будет немножко. Возможно. Возможно. Продолжение следует... Тут что-то написано на бумаге. Похоже, писал кто-то из детей. Я написал в штаны. Я должен постирать их, чтобы никто не узнал. Ой, кажется, я только что увидел тень. Я думал, кто-то увидел меня. Мерзотные слезняки. Вот не надо мне тут. Бутылка наполнена черным порошком. Окей. Окей. Это дневник. Я наблюдаю за глазком комнаты. Наблюдение все время, иногда он там. Я уверен в том... В этом потому, что я вижу движение теней или слышу его шаги. Не ты один, мой маленький друг. Ну тюкай! Ну я же нажимала, но... Бесит. Слушай, я вообще не могу. Вот эта наводка еще, конечно, уничтожает. Да еб. Ладно, ты живи. Хотя нет. Все помрете, все подохнете. Все двери потыкали. Все двери потыкали. Можно идти выше. Показала. Давай все-таки пробежим. Один раз не Гондурас. Здрасте. Да, твою мать. Ну ты, наверное, знаешь, сделаешь ты себе хорошо, посмотрев все или нет. Ну да, здесь нет больше дверей. Двери только там, где лестница. Я просто не помню точно, поэтому, знаете, проверить никогда не будем лишним. Ой. Комментарий к книжкам. Никаких. Опа, здрасте. Привет. А вот и местные дети. Точнее, то, какими их видит Silent Hill. Дырочка. Хорошо. Я уже вижу. Сейчас я прям вижу лица людей, которые смотрят этот стрим. Я жду реакции чатика. Это дети? Да, двухголовые дети. Что вас смущает? Двухголовые дети, бегающие на руках. На бумаге что-то написано. Теперь я притворюсь спящим. А? Откуда эти шаги? Интересно, видели ли они меня? Шаги? Детишечки. Которые показывают, кстати, перезарядка. Они, знаете еще как умеют? Вот так они умеют. Ну вот, да. Так, можно все-таки понять, как это делается. Это карта, слушай. Это уворот. Это тоже. Это не перезарядка. Это тоже. Это камера. Это вот это. Это отскок. Это вот это. Это вот это. Где, мать ее, перезарядка? А? Это, это вот это. Это не то. Это меню. Господи. Ее реально, что ли, нет? Серьезно, не может такого быть. Нет, это выстрел. Блин. Хана, короче, господа. Я не могу поверить, что вот так вот перезаряжаться только. Это слишком упорно. По-моему, как-то по-другому тоже можно было. Но пока что этим что-то не пахнет. Будем страдать, что? Будем страдать. Так, вот в ту комнату, пожалуйста. Ой, в сторону. Здравствуйте. Вот так вот взял очень быстро. Блин, там запис... Где песню? Я, конечно, знаю, как это можно сделать. Очень-очень быстро вошел. Нет, нет, взять. 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 Записку почер... Записку... Ясно. Его можно убить, на самом деле. Но ради записки стоит ли это того? Мне кажется, нет. А сколько тебе патронов надо? Ай, это ж зря я это сделала. Я думала, он сейчас повиснет. Обычно им одной патрошки хватает, чтобы они немножко повисли. Умер, скажи мне, что ты умер, господи. Записка. Мне хочется спрятаться, но я не могу спрятаться. Ну, это офигеть стоило того, конечно. Ну, записка. Ну, записка, это же не только бумажка. Ещё одна, кстати говоря. Дыдочка. Доктор Крустер. Энри! Энри, пожалуйста. Это дневник. Вчера у нас была тушёная говядина. В столовой я слышала, что за кухней есть комната смерти. Они берут мясо прямо из мёртвых людей и готовят его. Это меня очень сильно напугало. Ну, охренеть! Это дневник. У меня проблема. Я стоял прямо около наблюдательной комнаты и вопил так громко, как только мог. Но никто не вышел. Ой, короче, одни дети умирают. Их быстренько в дыры скидывают. Хоба прямо на кухню. И там делают прекрасную говядину. Для этих же детей. Ну, и что экономить-то надо? Правильно? Ещё тратить продукты на детишек. Глупости какие. Кому они нужны, да? Дверь не открывается. Похоже, что она закрыта изнутри. Здесь, в принципе, ничего нет. Ну, и вот водичка. Здесь есть рычаг. Повернёшь, да? Так, ну мы впустили воду. Честно говоря, не знаю, что это нам дало. Не помню вообще абсолютно. Вот эту часть. Я примерно знаю, что мне надо сделать, но я не помню, как дойти до этого. Скажем так. Так. Это первый этаж. А! Слушай, по идее, должен был... Ну, это не точно, конечно. Сейчас, сейчас проверим. Слушай, тут, кстати, ничего нет на краешке. Нет, жалко. Так, ты всё ещё здесь, да? Вообще, у нас теперь везде пошла вода, но я реально не очень помню, что мне теперь это дало. Ну, у всех у нас есть проблема, мужик. Так, пойдёмте домой, кстати, метнёмся. А хотя, не, подожди. Да, не, подожди. Звуки? Вообще-то. Ладно я эти, которые ловну. Ну вот это вообще дичь. Так, вот здесь теперь вода. Это всё замечательно, но я не помню, что мне это даёт. Так, прокольки. Слушай, мы подбирали ключ, но мы его уже использовали, правильно? Чтобы включить свет в камерах, на третьем этаже использую эту турбину. А, вот. А, может, мы читали это? По-моему, нет. Запомню, вода должна течь в её направлении. Естественно, тебе также придётся открыть шлюз на крыше. В её направлении, Гриш. Ну... Ну она же сама вроде выбирает, в каком направлении крутиться. Я не могу это дело поменять. Никак. Так, давай метнёмся. То есть я помню, что от меня хотят сделать, но я, правда, не помню, как до этого дойти. На третий этаж сейчас надо подняться, может, там что изменилось. О, мухи атакуют. Ясно. Вообще, кстати, вот там вот бутылка валяется в холодильнике, я имею в виду. Белое вино. Это оружие. Она разобьётся, если я буду использовать её как оружие. Гениально, правда? Короче, у него было белое вино. Возможно, он планировал свидание, но не пошло. И молоко, ладно, для похмелу на утро. Может быть, он реально, знаете, видите, принарядился. У него и рубашечка, и всё, и белое вино. Но он ждал девушку на дом, очевидно. Но не дождался. Ясно. Может, для себя. Ну, значит, он алконавт. С хорошим вкусом. Так, всё те же, всё там же, да? О, этот дрыхнет, смотрите, вот этот чувак, который нам в глазок смотрел. Утомился, небось, да, ходить к нашей двери через всё здание-то, а? Прилёг поспать, смотри. Так, давайте сохранимся. Скорее всего, просто не смог открыть ей дверь. Не, ну, дверь-то, как бы, уже пять дней заперта. Или сколько там? Винишко-тян. О, Господи. Он, небось, левым коленом, видите, вот эту боковую часть дыры шёл, знаешь, полз, точнее, и увеличивал. Ну, либо он полз боком, и тогда он вообще альфа. Если вы понимаете меня. Вот тогда-то он и понял, что замурован. Всяко может быть. Так. Смотрите, реально, вроде как бы мотылёк, но при этом птеродактиль. Или цапля, кстати, даже больше. Птеродактиль — это как бы вот эта горловинка, вот этот вот нижний клюв. Он как бы так, ну, с мешочком. Я бы сказала, птеродактиль. Пеликан. Пеликан. Птеродактиль — это было в Кендамкаме, когда мы искали соловьёв. А тут прям только остренькие эти самые. Это цапля. Это цапля. Хе-хе-хе-хе. Ты пятая цапля. До свидания. Цапляти. Мотыльки плюс цапля. Цапляти. Мотылья. Мотылья цапляти. Пердынька дырсик. Так, чё там третий этаж? Первое письмо. Это не то. А где оно? Дыры для избавления. А-а-а. Ну да. Точно. Надо, короче, подняться на самый верх. И пропрыгать. Ясно. Всё, полетели тогда. Римма, как получится. Няу-няу-няу-няу-няу-няу-няу-няу-няу-няу-няу-няу-ня. Чёрт, мы первый раз тут по крошке побежали? Ах, а сейчас чё-то не везёт. Давай по стеночке, по стеночке. Да чтоб твоё... Реально, мы когда тут первый раз, помните, в обратную сторону бежали, у нас как-то больше повезло нам. Ну давай. Это где там? Все нормально, хорошо. Так, третий этаж. Третий этаж, третий этаж. Вот видите, вот эти дырки. Нужно посмотреть, где они перекликаются. Тут, конечно, хрен увидишь. Точно, кстати, не правая, не левая, верхняя. Потому что, видите, здесь-то как бы непонятно, что там. А вот тут мы приземлимся в никуда. И точно не правая, кстати говоря, верхняя, потому что она тоже приземляет нас, видите, в комнату, в которой есть выход. Можно будет потом это сделать, просто чтобы посмотреть, что вот в этих комнатах на втором этаже, видите, по бокам. на десять и на два часа. Вот, так что нам нужна вот эта вот. Вот эта дырка слева внизу. Но остальные тоже, конечно, надо будет посмотреть. Это времени придется потратить. Ну, что поделать. Все, пойдем. А вообще, знаете, что? Надо бы сперва посмотреть вот это вот все, а потом уже прыгать в нужную дырку. Потому что потом полноценной возможности может не быть. Поэтому сейчас будет немножечко мытарств. Так, мы на каком? На третьем уже, да? Да. Сейчас придется немножко потратить время. Так. Ой-ой-ой. Случайно, простите. Так, только без детишек. А, они уже лежат. Хорошо. Так, вот эта дверь нам нужна будет, но пока что... Пока что сюда. Прыгай давай. Самоубийство! Ага, здесь только дырка. Ясно. Ну, кстати, полезно было открыть в любом случае, потому что мы теперь знаем, что здесь есть кровавленная дырень. Ну, точнее, ну, вот эта кровь. Это пригодится. Хорошо, тут ничего нет. Гетфор, спокойной ночи. Здесь у нас было вот это. Полесно. Теперь мы уходим обратно отсюда. Поднимаемся наверх и прыгаем в другую дырень. Потому что, по-моему, где-то вот из этих... В одной из этих комнат то ли патрон, то ли чё. Прям отсылка к Сэхо-2. Ну, да. Джеймс Сандерленд стайл. Нет, это я бы не сказала, что отсылка это просто... схожий элемент геймплея. Классик. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот это да, маману-ней? Нет. Да ладно, здесь тоже ничего? Ну вы сволочи, конечно Ну и ладно Открыть с этой стороны нельзя, жаль Эх, я так надеялась что-то Что здесь что-нибудь хоть будет Знаете, для самых дотошных Хоть положит что-нибудь Но нет, куда там За мной кто-то наблюдается в центральной комнате Колодочки такие Прям Прям песня Пятого человека Смотрю прохождение данной СХ И не надоедает из-за того, что эта часть СХ любимая Ну, у кого что, да Потому что я в свое время Ну я, наверное, в конце скажу Что меня не устроило в этой игре Чтоб не спалерить Но были такие вещи Но потом, вот с возрастом Я к ним отнеслась спокойнее Потому что по-другому стало на некоторые вещи смотреть Да и вообще Вот здесь история, вот здесь история, она очень такая Очень целендхиловская, скажем Ни херена не понятно Но очень прикольно и интересно И с вот этими культами намешано Ну это типикал Типикал в стиле первого СХ Вот эти Сатанисты Еще кто-то Уолтор Салливан, который дружил с Алисой Ну, мы поняли О, нет, подожди Господи Господи, чуть не совершила страшную ошибку Что-то пошла, знаете, по умолчанию такая Так, вот это Нет Опять же, смотри, кто проходит У некоторых стримеров ее не интересно смотреть А я, честно говоря, вообще не видела, чтобы кто-нибудь за рум проходил Потому что Она считается Одной из худших частей Ну, правда, потом якобы Переплюнул хомкоминг Не знаю, когда первый раз хомкоминг проходила Да, в ней есть минусы Вот эти приколы с заимствованиями из фильма Но там клевые сюжеты Музыка, ребята Серьезно, там клевые сюжеты Там он офигенный Проблема только хомкоминга в том, что Боевка, конечно, под вопросом Хотя не самое худшее Вот с этой сравнивать С местной камерой Это вообще дичь Здесь, я имею в виду Там еще более-менее Но как бы, понимаешь Люди просто очень критически в свое время отнеслись Типа, ооо, это не Сайлент Хилл Еще и такие Вот эти приколы из фильма Вот эти люди Ну, вы понимаете И я могу понять Ну, у меня получилось как-то в свое время Абстрагироваться А The Room Мне она понравилась так же сюжетом Уху-ху-ху Здравствуйте, до свидания Открыто Заходи Так Welcome to Death Room Короче, все части Лично мне Сайлент Хилла Они по-своему нравятся В них Во всех В принципе Есть свои минусы Вещи, которые вызывают вопросы Нам, кстати, вот туда Вот надо будет потом Но при этом Все они чем-то цепляют Ну, лично меня Вот Ориджинс Который провалился в продажах Вообще там Мне вообще безумно зашел Вот просто Прям Прям прекрасно Ну, а другим Он, понимаешь Типа Я не знаю, почему Там Мне еще Прикол С этими зеркалами Понравилось То, что ты не просто Приходишь в альтернативный мир Когда тебя игра туда запихивает Ты сам туда приходишь И на этом Загадки завязаны Это просто офигенно Так, это где-то я А, вот Мы открыли, кстати Вот эту дверь Все прекрасно Теперь мы Идем Ну да, наверх Сейчас Подожди, здесь же Заперто было, да? Да Рановато 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 Загадка с круглыми комнатами Ждет нас Это место продолжает разрушаться Двери в некоторые камеры Больше не открываются В результате Дети не могут Больше выходить Но чем меньше Они об этом знают Тем лучше Я не могу открыть двери Но из этой комнаты Я могу наблюдать за тем Как они становятся Все слабее День ото дня Без еды и душа Они превращаются В вонючие Маленькие Серые комочки Следуя совету инженера Мы избавились от тел Сделав дыр Дру Под камерами Поскольку каждый этаж Данного здания Может вращаться независимо Мы можем избавляться От тел так Чтобы другие Не замечали этого Выравнивая каждую камеру С телом В ней вертикально Пьес Шеф Я уверена Тебе ужасно не терпится Увидеть комнату Для допросов за кухней Я понимаю тебя Но разве Ты не заметил? Есть три комнаты С окровавленными кроватями Одна на первом этаже Одна на втором И одна на третьем Если ты выровняешь Все эти три комнаты То будешь доволен Нет На канале нет Прохождения этой части Кто-то наркоманит Окровавленные комнаты Собственно Дырка на первом этаже Вот она Вот она Ну-ка поверни мне Вот она Типа окровавленная кровать Нам нужно выровнять Нам нужно выровнять Собственно Все Комнатки Вот точно так же Хотя кстати Нет Вру Потому что мы же сюда Только что и прыгали Короче Сейчас будем вертеть Поймем А вот окровавленная кровать И дырочка Вот по ней Вот по этой комнате Нам нужно все выровнять Ты находишься Вот тут Ага Значит все выровнять Вот по ней А потом сигать Можно наверх Пожалуйста Чтобы присматривать за детьми Важно чтобы камеры Хорошо освещались На третьем этаже Изначально были установлены Прожекторы Чтобы предохраниться От полного отключения Электроэнергии Они были установлены Так чтобы работать От отдельного генератора В подвале Есть гидроэлектрогенератор Чтобы зажать швед На первом и втором этажах Используй тоннели Для избавления от тел Поскольку каждый этаж здания Может вращаться То вы можете осветить Любую камеру Просто совмещаете дыры Периодически повторяя Это можно заставить детей Находиться в страхе И подчинении Пиес Шеф Если вы повернете ручку В центре этой комнаты Вы можете легко вращать камеры Вы не можете повернуть Первый этаж Поэтому выравниваете Второй и третий этажи С камерой на первом В которой находится Окровавленная кровать Это просто для дебилов Уже объяснили Кстати Если вы используете Глазок в этой комнате То вам будет легко Определите Что вы делаете Все правильно Попробуйте Также не забудьте Открыть ворота Шлюза на крыше Удачи, шеф Ну вообще детишек Как я поняла В свое время Все это дело Детишек Держали здесь тех Из приюта Тех, которые Никак не могли Которые не подвергались Промыванию мозгов То есть Кто не хотел Идти Под агматом культа Сайлентхилла Они отправлялись сюда Ну и вот Так и живем Так В принципе Не важно же А кровавленная кровать Или нет Главное Чтобы дырка была Правильно? Дырка есть Ума не надо А, подожди А, хотя нет Нормально Ну-ка А ты что скажешь? Ну здесь кровать Ну Дырка есть Говорю Это главное Должно сработать Все Пойдем на второй этаж А, на третий Постоянно два раза кликаю Потому что мне кажется Что не прокликнулось В этом месте Секретный код От двери на кухне 0302 Спасибо за сотрудничество Гениально Так, вот по вот этой вот двери Сколько раз повернуть? Один налево Хорошо А, хотя подожди Там дверь-то открыта была, нет? Ну, раз открылось Значит все правильно сделали Да, там дверь открыта Хорошо Я просто что-то как-то Да Так, все Спускаемся отсюда Уходим А хотя подожди Нам же прям в самый низ Бессмысленно Мы можем выйти Ну да А, субтитры, простите, вы где? Субтитры, где вы? Подожди, как вы видите? Я не знаю. Ой, не знаю. Субтитры, как вы видите? Ага. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok О, мой Бог, мой Бог, мой Бог, мой Бог Но мы-то знаем, что Уолтер Салливан погиб, будучи взрослым в тюрьме, потому что воскнул с себя ложку в шею Не сходится что-то, однако, мистикой попахивает Ибо нефиг Мне же надо в эту самую прыгать, да? Да, дыдочку, дыдочка Все, пойдем летать, так, на третий этаж Вообще, если так подумать Выровняв все три дырки и прыгнув в одну, мы должны очень с большой высоты лететь С высоты трех этажей этой башни А вы тут видите, да, какие они? Короче, приземление нас ждет мягкое Так Эта тюрьма не столько угнетая, сколько тупо затянута Пипец как Ну, в свое время она мне тоже показалась какой-то бесконечной И начала навевать на меня депрессию И это был первый шаг моей ненависти к этой локации Ну, полетели Я вообще правильно, кстати, пришла? Да И вот мы здесь Я не знаю, каким образом Генри тормозил В процессе этого полета Цеплялся он там за край второго этажа А там потом первого Не ведаю я Собственно, вот оно Тут внезапно открылось, кстати говоря Не, я-то знаю, куда нам Нам туда, где дверочка с кодом Повтыкать что-то тут тоже не помешает, наверное Столовка, в которой детей, судя по всему, не кормили Потому что, ах, нахрен надо Двери-то уже не открываются Это что такое блестит? Показалось? Показалось Вот, кстати, это помещение Которое было закрыто Ну, теперь мы, по крайней мере, знаем Что здесь это? Что такое? Ложка? Это ложка Ложка, господа! О, теперь открыто Не знаю зачем, но пускай будет Возможно, в будущем пригодится Может, дырки просто неровно по вертикали? А не ровно по вертикали, ты чё? Там даже сказано было об этом Ах, ну, с богом 0302, давай Снять табличку? Ах, стример не белка, да Здесь, кстати, тоже не кровавая кровать Ну, я настрали вообще Ой, какая молодец я, однако Так, где моя кровавая кровать? Нет, не кровавая кровать? Да? Не кровавая же? Да Ай, ленивая жопа Вот что, вот что бывает Когда ты... Господи, смотри, кстати, на них можно посмотреть теперь Ты смотри, какие они страшные А чё это? Там зубы? Это рот? Или это... Глаз? Вообще, на глаз не очень похоже Вот она, моя родимая Так, на сколько поворотов? Раз, два, три Ну, то, что на опухоль похоже Это да Ну, вдруг это текстуру просто подводит Всё, сейчас пойдём проверим Да О, свет Да будет свет, сказал монтёр И перерезал провода В, внимательность, понимаешь? Прочитать и забыть вообще Точнее, не так даже Прочитать и не внять Забить Прочитать и забить Вот что бывает Если вы так сделаете Вы не получите нифига Ни света Ни чего вообще 20 минут реально бегали Попом Пытались понять, чё не так А я ещё чувствую Блин Я спрыгивала Открывала Всё, профит Когда первый раз давно 10 лет назад проходила Почему сейчас не так? А потому что Кристина забила На кровавой кровати Всё Насрать Подумаешь, написано Главное, что дырка есть Правда ведь Зачем слушать инструкции? Господи 0302 Давай Вообще мог бы и на ощупь Действительно Тряпка Репостите Звучит Подумаешь Будет Действительно Одна Продолжителем Действительно Действительно П véhic McGl Ну, зато теперь, в общем-то, можно было предположить, что пока мы бегали и крутили до кровавых кроватей эти дырки, двоякая фраза, его успели убить, потому что если бы мы сразу прошли в эту дверь, ну, мы его только что видели, только заходим и хоба, он уже лежит, понимаешь, странно, а так, логика, все правильно сделала, нормально, а я что-то, блин, реально забила на эти кровати и такая, сойдет, забыла, что от этого свет зависит вообще-то, ну, хорошо, ну, собственно, вот такие вот дела с нашим дорогим другом, который нам нифига не друг, я вообще суу, чуть-чуть, а ну, нравится? кровь. Она запачкана кровью. Пахнет отвратительно. Точно-точно, как та наполненная водой комната в круглой тюрьме. Окей. Господи, а где я? Мне кажется, это в комнате светлее как-то стало, не? А, в квартире. В квартире, в квартире, в квартире. Человек, который был здесь раньше? И это не только он. Есть что-то плохое с его целым апартаментом. Не скажи так. Ты спрашиваешь меня. Ну... Ну... Ну, ну, в любом случае, я просто забыл на барабан. Не о чем ты снял это. Есть много странных вещей в этом мире. Ну, я держи на моем доме. Что? Сандерленды, вы все такие? Старый, ты что-то мутишь. Ну, слушайте, ладошки на стене, даже если они есть реально там, ну, вы часто обращаете внимание на всякие вот эти вот... Ну, хотя, скорее всего, они их не видят реально. О, у нас уже две бумажки. Ту, которую он подсунул, и та, которая была. Он запятан кровью, и я не могу прочитать. Это, собственно, записка от Сандерленда. Мы не магием вообще ни слова. Записка управляющая. Я нашел кое-что очень эффективное против привидений. Оно спасло мою жизнь. Оно торчало из большого камня в лесах возле сиротского приюта. Это клинок с треугольной деревянной ручкой, ручной работой, на которой написано какое-то заклинание. Как оружие он тяжелый, его тяжело нести. Но он как-то изменяется в зависимости от силы привидений. Виктима. Привидение Виктима. Жертвы, собственно. Бей тогда, когда привидение ослаблено. Если ты не ослабишь его, то все твои атаки будут отражены. Насколько я знаю, существует только пять мечей с такого рода силой. Эти клинки очень ценные. 23 июля. Ну. Вообще про мечи, про вот эти... Важно запомнить. То, что их всего пять. Да и вообще. Что там у людей? Эти долбисы... О, господи, вы видели это внизу? Это случилось резко. Этот спит до сих пор. Окей. Какие интересные дед записки пишет. Ну, олень там где-то гуляет. Может быть, все еще говорит с управляющим. Не ведаем мы. Пока что... Пока что у нас все нормально. Сохраняемся. Сохраняемся. Слышу. Все замечательно. Ах. Ну. Минус водная тюрьма. Минус еще один человек. Что?